Здравствуйте, мои дорогие! Осенью 2020 года мы купили заброшенный участок, заросший высоченной травой. Муж как мог скосил ее, но убрать полностью было невозможно. Так ее и оставили до весны. Мы думали, что здесь нет никаких дорожек. Но оказалось, они были, но под землей. Пока не выпал снег, муж их откопал. Но плитка была вся кривая, только ноги ломать. Но мы тогда были рады и этой. Ведь там, где не было дорожки, была грязь. У нас на участке высокие грунтовые воды. И после зимы или дождя нормально ходить было невозможно. Муж начал класть дорожки между грядок из того, что было. Часть дорожек даже была в английском стиле. Но после зимы Англия приказала долго жить и вся рассыпалась. Не выдержала она нашего сурового зимнего климата. Если вы тоже решите положить красный кирпич, то имейте в виду, он недолговечен. Потом начала менять главную дорогу. Это муж подготовил место под клумбу и дорожку к крану с водой. Рабочий процесс. Клумбы уже готовы, цветы высажены. Теперь муж продолжает делать дорожку к крану. Присыпает стыки песком, пристукивает, выравнивая, замеряет уровни. Все должно быть идеально. Работа идет полным ходом. Эта дорожка практически уже закончена. Замена главной дороги началась с выхватки бордюра. Бордюр муж делал по уровню. Установил колышки на разных концах. Натянул нитку. По ней и выравнивал. Это уже выкладка главной дороги. Мне удалось заснять рабочий процесс. Здесь муж отмеряет, сколько нужно отрезать, чтобы этот кирпичик туда влез. Отпиливал болгаркой и поливал сверху водой, чтобы меньше пылило. Шпыль стояла столбом. Идеально подошел. Просто супер. Гуль на выдумку хитра. Таким образом муж трамбовал песок. Вот такая получилась теперь дорожка. Также муж сбетонировал отмостку. Старая была, вся уже развалившаяся. Теперь она новенькая, светленькая. Дорожки все гладкие. Хорошо по ним ходить. Нигде не спотыкаешься. Мне сейчас очень нравится. А самое главное, что эти дорожки нам обошлись только в стоимость песка и цемента. Ведь весной и летом традиционно в городе меняют дорожные покрытия. Убирают бордюры, плитки, асфальт. И это все потом идет на свалку. Муж в соотношении рабочих все складывал себе в машину. Ну как все, сколько помещалось. И так постепенно перевозил все на дачу. И теперь вот меняет. Этим летом выложил практически везде дорожки. Осталось только с одной стороны. Со стороны теплицы. Ну и в самой теплице тоже положить. Потому что весной там просто болото. Я там хожу в галошах. Меня там засасывает по полной программе. Кстати, старое деревянное развалившееся крыльцо, которое идет в хозблок, он также поменял. А это как раз та самая недоделанная сторона. Теперь я с удовольствием хожу по новой дорожке. Выхаживаю, как по проспекту. Похожую дорожку я видела у Татьяны на канале Розы и Козы на платформе Дзен. Интересно, сколько времени у нее ушло на то, чтобы ее положить. А у вас какая дорожка? Или у вас вообще нет дорожек? Сами делали? Или кого-то нанимали? Поделитесь в комментариях. Не забудьте подписаться на канал, если вам интересна дачная тематика. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok